Если сложить все компьютеры мира, то только-только вся их суммарная мощность по оперативным способностям начинает приближаться к способностям одного отдельно взятого головного мозга среднего человека. Особенности деятельности мозга зависят от нейрохимии нейронов. А нейрохимия, кстати, зависит от питания, да? Умение телепатически общаться, умение предвидеть. В организме человека обнаружили еще один мозг. Его обнаружили в кишечнике. Наши предки говорили, что мы во время сна уходим в мир навек, то есть вот в этих, ну, в параллельные миры, как сейчас говорят, или там Никола Тесла тоже получал все свои уникальные данные именно во сне. Добрый день, дорогие друзья. Мы в прямом эфире. Добрый день, Юрий Андреевич. Добрый день, Ольга Алексеевна. Добрый день. Рада вас видеть в добром здравии. У вас там такой строительный процесс идет, наслышанно. Про невероятные чудеса, которые у вас творятся там по экостроительствам. Пушкинских горах, экоотель, да. И вот, кстати, мы вот до записи говорили, это я уже к нашим зрителям обращаюсь, что с Ольгой Алексеевной обязательно мы в июне, предположительно пока, где-нибудь с 11 по 20 июня у меня в Пушкинских горах, Псковской области, проведем такое оздоровительное, очень серьезное мероприятие. Оно будет такого и культурного плана, и главное здоровительного, но об этом мы объявим чуть позже. А пока, да, я действительно вот отсюда сейчас веду свое выступление. Да, замечательно. Значит, я в последнее время, буквально несколько дней назад, начала такой глобальный мегапроект, Юрий Андреевич, который называется «Здоровый мозг, здоровый функциональный мозг в любом возрасте». И мне бы очень хотелось пригласить вас в этот проект, чтобы мы как бы периодически выходили на эту тему, потому что я окунулась в эту невероятно глубокую интересную тему, и у меня уж самой, как говорят, башню сорвало. Настолько там все интересно. И огромное количество больных альцгеймерам. То есть и нашей планете угрожает очень серьезная опасность по поводу того, что большинство людей потеряют разум и станут, так сказать, ближе к маразму после 60 лет. Вот этого никак нельзя допустить, потому что все способствует. Питание, стрессы, войны, экология, неправильное питание, разрушенная генномодифицированная еда. Все это способствует. И, кстати, скажите буквально два слова про корм для кошек, чудодейственный, от которого слепые кошки выздоравливают. Да, вот, дорогие друзья, мы с Ольгой Алексеевной, ну как, готовили записи, налаживали свою связь, поговорили, успел я сказать о нашем одном из последних проектов. Это мы создали уникальный корм, который не имеет аналога в мире для кошек-собак. То есть для всех, и неважно кто человек, веган, сыроед или мясоед, чтобы он не ел. Но если вы, хозяин, любите своих кошек-собак, я вам такую вещь кратко скажу, что с пятого по десятый день, как правило, в этом диапазоне меняется все, анализы, состав крови. То есть те, кто слепли, начинают прозревать. Те, кто были почечные, плохие анализы, начинают улучшаться. И врачи, ведь врачи говорят, они в шоке и говорят, что если такое будет, они увидят дальше, а это не чудо, мол, да, то они сами будут этот корм брать. Это первый в мире сыроедный веганский корм для кошек-собак. Я подчеркну, что все корма, если вы покупаете, они жареные. А значит, минералы уже находятся не в хилатной водорастворимой, ионной форме, а они уже фактически неорганические. И это огромная проблема, о которой никто не говорит. У нас корма все сделаны в специальных вакуумных дегидраторах и другом сложном оборудовании по технологиям, которые два года мы разрабатывали, на очень дорогом высокотехнологичном оборудовании. Поэтому этот корм просто не имеет аналога в мире, он суперпремиальный. Там нет глютена, там нет белков, скажем, пшеничных, там амарантовый, конопляный. То есть такого питания даже для человека комплексного нет. Поэтому многие наши клиенты берут и сами едят этот корм. Потому что такого корма для человека, чтобы в одном было все вообще, нету. Вообще нет. Это анекдот есть на эту тему, когда мужчина звонит в скорую и говорит, скорее, скорее, быстрее, у меня ребенок отравился, умирает. Что случилось? Он съел корм для хомячков. А медсестра говорит, прочитайте, что там написано. Он читает, витамин В, витамин С, витамин Д. Читает, читает, читает. Он говорит, вы знаете, не надо скорую, я, пожалуй, сам съем этот корм. Потому что хомячков кормят лучше, чем нас. Ну и так. Во всех кормах синтетически. А вот у нас еще уникальность в том, что все наши витамины там натуральные. Это была сложнейшая биологическая задача. Невероятно, просто невероятно. У меня у сестры кошка голубая русская. И вы знаете, с ней случилась очень большая трагедия. Муж подарил сестре на 8 марта тюльпаны, а кошка глупенькая, маленькая была, и она один лепесточек оторвала и съела. И у нее буквально через 2 часа отказали печень, почки и лимфа. То есть практически кошка умирала. Невероятных усилий стоило ее откапать. Она теперь людей боится, потому что ей сделали десятки капельниц. Но все-таки мы вытянули кошку. Но вот как бы печень, почки посажены. То есть цветы – это просто вообще ужасность. Синтетики везде полно. Вот это, кстати, самый, наверное, в ближайшие годы, это будет самый главный фактор, который будет катастрофически приводить огромную часть населения планеты к тяжелым болезням, особенно развитая часть мира, так называемая. Именно из-за того, что технологии питания и вокруг нас образ жизни, вот то, что вы правильно сказали, даже в цветах из Голландии, такая химия применяется. Невероятная. Просто насмерть сразу. Да. Итак, значит, еще раз повторю, что мы начали проект уникальный, который, ну, по сути дела, чем еще заниматься, кроме как мозгами, да? Это наше все. И поэтому я сейчас буквально в нескольких словах некоторые факты расскажу, а вы подключайтесь. То есть в любой момент входите, то есть что знаете, интересное, рассказываете, и мы дойдем к конце нашего семинара для того, что делать надо, да? Хотя бы первые шаги какие-то обозначим. Итак, вот смотрите, функции заболевания мозга, да? В последнее время появились совершенно уникальные приборы, которые могут отслеживать мозг в живом формате и в живом режиме. Но, как сказал один очень известный человек, что его фамилия Эмма Филлипс, он сказал, что раньше я считал, что мой мозг – это главный орган, но затем я задумался, постойка, а кто мне это сейчас говорит? То есть мы не знаем, что такое наш мозг, как он работает, кто нами управляет, мы ли им управляем, да? То есть об этом мы можем только догадываться. И вот мозг состоит из многих миллиардов нервных клеток. Это самое сложное из всех живых структур во Вселенной. Особенности деятельности мозга зависят от нейрохимии нейронов. А нейрохимия, кстати, зависит от питания, да? Конечно, конечно. Кроме того, в мире, в мозгу не существует двух одинаковых нейронов. Эти клетки соединяются друг с другом километрами живых волокон, и на одной нервной клетке могут заканчиваться до тысячи аксонов других клеток. Нервная система – это тончайшая колония клеток. И лучший способ понять мозг – это представить его как отдельный мир, как планету, населенную людьми, где каждый человек нейрон. Вот компьютерная, кстати, история, она похожа на мозг, потому что любой из нас может связаться с любым человеком на планете. Но почему, так сказать, невозможен искусственный разум? Потому что компьютер идет по системе плюс ноль, плюс ноль, плюс ноль, ну там или плюс-минус, да, без категорий. А нервная система – плюс ноль и плюс еще интервал, качество, сила сигнала. То есть одновременно с этим мозг сканирует и анализирует еще десятки различных, так сказать, вещей. И поэтому искусственный разум, в принципе, возможен в ограниченном только режиме. Я вот хотел бы тут добавить. Добавьте. Да, конечно. Недавно услышал такую информацию по аналитическим некоторым каналам, что вот на данный момент, если сложить все компьютеры мира, включая все супер мощнейшие военные компьютеры Пентагона и прочие, то только-только вся их суммарная мощность по оперативным способностям начинает приближаться к способностям одного отдельно взятого головного мозга среднего человека. И еще хочу сказать, что профессор Бехтерева, вот та самая, которая недавно умерла, дочь известного академика Бехтерева, она сказала в последнюю часть своей жизни, она сказала, что я вот должна констатировать, что мы не знаем о мозге практически ничего. То есть даже она, то есть уже никто больше не знает, понимаете? То есть, конечно, это непостижимо пока еще. Кто бы что ни пытался пыжиться и говорить, что он знает, так вот как вот выпендриваться некоторые любят, врачи там или там какие-то. Ничего не знают практически. Несколько интересных фактов. Первое. Мозг не чувствует боль. Представьте себе, можно оперировать на открытом мозге, нету боли. Второе. Мозг работает активнее, когда мы спим. Мы думаем, что когда мы спим, мы отдыхаем. А на самом деле в период сна он точно так же работает. И причем альфа и бета волны во время сна, тета волны происходят. Альфа и бета, когда мы бодрствуем, а тета во время сна. Их амплитуда больше, чем у других волн. И клетки мозга это не только нейроны. Это около 10 миллиардов глиальных клеток. Они обеспечивают доступ к питательным веществам. Значит, следующий факт. Влюбленность можно... Да, говорите. Когда меняются волновые составляющие, когда иные фазы активности мозга воспринимает оборудование во время сна, действительно, мы как бы не спим. Это мы, как наши предки считали, когда мы говорим о ведической культуре, которая максимально может показать все сложные взаимосвязи и ответить на все сложные вопросы, что с миром было во вселенной, кто мы в этом мире, а она может на самом деле. Так вот, я вам скажу, что наши предки считали, что мы во время сна уходим в мир нари. То есть, вот в этих, ну, в параллельные миры, как сейчас говорят, или там связи с эгрегорами особо сильные, вот эти, так сказать, энергоинформационными полями, откуда мы можем получать, черпать информацию. То есть, мы уходим в другие реальности. Вот это вот действительно, вероятно, так. Потому, по крайней мере, понятно, что и приборы тогда фиксируют, что мозг работает, а еще как активно работает. Ну, вот эти все тета-хиллинги на тета-ритмах, да? То есть, это же действительно связь с космосом практически происходит. Потому что тета-ритм – это очень сложный ритм мозга, это ритм фантазий. Это, кстати, дети находятся в детстве на тета-ритме большинство. Более того, Никола Тесла тоже получал все свои уникальные данные, которые, конечно, человек не способен просто вот взять и, так сказать, создать то, что вот уму непостижимы, как говорят, именно во сне. Да, 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 да. Теперь, еще интересный факт. Мозг производит достаточное электричество, чтобы согорелась небольшая лампочка. То есть, можете себе представить, то есть, живые клетки, общаясь друг с другом, могут дать лампочке сигнал. Но на 60% мозг состоит из жиров. И там очень большое количество ненасыщенных жиров. То есть, это как консервированное солнце. Да, потому что силовый спирт – это универсальный жирорастворитель, который в первую очередь повреждает клетки мозга именно в силу того, что мозг на 60% состоит из липидов. Поэтому он ассорбирует больше всего этого алкоголя и повреждается безвозвратно, сколько бы человек не пил любой алкоголя, содержащий жижи. Об этом имейте в виду, знайте, это факт, как бы кто не хотел в это верить, думать, но это просто факт, о чем давным-давно говорил и академик Павлов, и академик Бехтерев, и академик Углов предупреждали людей, что трезвость – это норма жизни. И ни грамма алкоголя человек в своей жизни не должен потреблять, потому что в первую очередь разрушается мозг, хотя разрушаются все клетки организма, но в первую очередь именно мозг. Вот, это тоже я. А где у нас содержатся растительные омега-3 и омега-6 кислоты, преимущественные? Очень много где, и я вот скажу, что в первую очередь во многих семечках, в орехах, в масла, такие как, кстати, в самое идеальное соотношение между омега-3 и омега-6 жирной кислотой, в превалировании омега-3, это льняное масло на первом месте, как на Руси всегда и пили. Второе, кунжутное масло на втором месте стоит. Мы не берем сейчас австралийское макадамио масло, мы берем из наших. Ну, конечно, органовое масло, это уникальная вещь, я советую тоже, у кого есть возможность. А так это льняное и кунжутное, лишь бы это был первый холодный, вот же вы помните, дорогие друзья, что льняное масло настоящее, правильно хранимое и приготовленное, оно не должно горчить. Если горчит, оно уже проокислено, это имейте в виду. Да, на воздухе жиры очень быстро окисляются. Очень быстро, в 9 раз быстрее, чем в водной среде. Поэтому, вот, кстати, образуется, если кто вот животные жиры потребляет, вообще, особенно если жарят что-то, а там есть животный жир, то образуются такие молекулы, как гидропероксид липида, которые являются тяжелейшими мутагенами. Имейте это в виду, вот я вот, кто любит мясо, все-таки не могу не сказать, как человек, который это серьезно изучает, так же, как когда жарят, например, мясо, жарят именно. Образуется, поскольку там есть железо, это катализатор, и температура, как известная из химии, это катализатор. Образуется такие молекулы, как, например, нитрозоамины и гетероциклические амиды, которые являются мощнейшими канцерогенами и мутагенами, которые приводят к онкологии, конечно же. Имейте это в виду. Да, очень правильно, очень. Нервным клеткам для выживания необходимы кислород и глюкоза. Если в течение 3-5 минут он получает недостаточно кислорода или глюкозы, в нем происходят необратимые нарушения. Любопытно, что смерть практически никогда не бывает мгновенной. Даже если человек обезглавили, мозг не погибает, пока есть еще кислород и глюкоза. То есть глюкоза – это очень важная вещь. И тот сахар, который мы едим, есть недопустимо. Я думаю, что все-таки нам надо за счет фруктозы получать глюкозу. Как вы считаете? Именно так. И именно, более того, я буквально кратко скажу. Дело в том, что есть такой биологический факт абсолютный. И это некоторые продвинутые диабетики знают, что, например, чтобы клетка получила глюкозу, нужен проводник в виде гормона инсулина, который как бы протаскивает ее туда. Ну а если фруктоза, только, дорогие друзья, не синтетическая, а натуральная, которая содержится в фруктах, так вот, хотя формула одна и та же. Молекула, так сказать, имеет все одно количество атомов, но пространственная конфигурация иная. То есть лево вращающийся из-за мер фруктозы, а право вращающийся из-за мер пространственной конфигурации молекулы имеет глюкозу. Так вот, чтобы фруктоза прошла в клетку, ей не нужен проводник в виде гормона инсулина. Она так проходит свободно. И поэтому не вырабатывается инсулин, и он просто здесь не нужен. Поэтому это тоже надо учесть. А что это? Сироп топинамбура даже из сладостей, виноградный сироп или агавы. Но фрукты, те же самые фрукты, но если они подверглись термической обработке, это уже другой вопрос. Нет, речь идет про сырые, живые, натуральные, как природа их создала, фрукты, либо выжимки из них. Вот это вот очень важно. Вы добавку сделали, потому что огромное количество диабетиков. И если бы они переходили на натуральную фруктозу, у них меньше гораздо проблем было, потому что клетка голодает реально. Конечно. У меня есть такой инфопродукт, где я создал такую методику комплексного подхода, когда человек может вылечить и первый, и второй тип сахарного диабета, применяя вот эту систему. То есть есть у меня такие разработки. Вот здорово. Обязательно познакомимся. Это очень интересная тема, и я надеюсь, мы ее когда-нибудь поднимем. На мозг, как и на мышцы распространяется правило «используй или потеряешь». То есть хвост не использовали, потеряли. И сейчас мы теряем мозги, наши мозги худеют. Уже от 1600 грамм не осталось ничего, мы уже весим 1300 грамм. Как вы считаете, это опасно вообще, то, что мы теряем мозговое вещество? Ну, в целом тенденция, очевидно, да. Но я скажу так, что те возможности, которые мы могли бы экстраполировать на соотношение объема массы мозга и каких-то знаний или особенностей умения человека, они не используются человеком. Потому примеры в институтах мозга, с которыми я тоже знаком, где взвешивали. То есть и мозг Ленина, и мозг других ученых, выдающихся писателей, не у всех он больше, чем у обычных людей, у некоторых даже меньше. Поэтому, вероятно, здесь речь идет про то, что мы еще пока не знаем, возможности мозга. Ну, я имею в виду, если брать объемы, какие-то возможности, те, которые уже современный человек не использует. Поэтому прямо я бы так не сказал, что такая идет корреля. Но вот то, что мы теряем возможности, и я предполагаю, эти возможности связаны с такими свойствами человеческого разума, мозга, частичная рассудка, как умение телепатически общаться, умение предвидеть, предсказать. То есть вот такие способности, умение чувствовать природу, связь с этими биополем Земли, вот это теряется однозначно. Однозначно. И я думаю, это с этим связано с уменьшением массы, то есть те слои мозга за счет тех, которые отвечают за вот эти функции, но которые пока мы не можем знать, что за что отвечают, потому что это неизвестно еще науке. Вот функции основных зон мозга, сейчас я объясняю. Вот мы знаем чувства, поведение, речь, точные движения, основные движения, узнавание, а на самом деле разработано 300 карт мозга. То есть и вот эти карты, они передаются по наследству, то есть гениями как бы не рождаются, не становятся, ими все-таки рождаются. И мы знаем только 5 органов чувств, а на самом деле их оказывается 18. То есть и угловая скорость, угловое ускорение, и улитки, и лабиринты всякие в ушах. То есть это нам только еще предстоит, эти 18 органов чувств распознать, потому что мы знаем 5, как всегда мы знаем очень мало. И безусловно, это очень интересная наука. Как общаются нейроны? 100 триллионов синаптических связей, и эмоции это химические молекулы, которые изменяют навсегда практически синапс. То есть если человек во время познавания испытал какую-то эмоцию, то практически это на всю жизнь запечаталось. Вот представьте себе ситуацию. Значит, у нас сейчас полмира находится на кортизоле. Дети плохо учатся, родители их, так сказать, ну ругают, да. И у них наблюдаются совершенно такие тенденции кортизоловые. То есть они боятся, реально боятся ЕГЭ. Все в стрессе, мамы в стрессе, дети в стрессе. То есть сейчас мир, такое впечатление, что он как бы сошел с ума. Да. Вот. Что вы отмечаете? Вот как вы вообще считаете тревожность населения? Тревожность однозначно, и тут есть несколько факторов на то. Во-первых, это, на мой взгляд, такая целенаправленная политика, чтобы людей держать в таком, ну так назовем, мягко политкорректно тонусе, чтобы, и ведь заметьте все передачи какие, от убийства до убийства, фильмы про это, везде катастрофы, теракты и прочее, и все это обсасывают, даже если это единичное что-то, это как будто все, весь мир в этом, так сказать, показывают. И у людей складывается картина тревожности, неустойчивости, неуверенности в завтрашнем дне. И вот это вот все создает внутреннее такое, ну как бы, сказать, напряжение, и, конечно, это разрушает нервную систему. Это постоянный перманентный такой хронический, вернее, стресс, который полезен. В природе стресс нужен, необходим. Стряска – это опасность какого-то хищника, там, пускай. Это нужно, это тренировка. Но вот такая тренировка, которая постоянный стресс, причем стресс не связанный с тем, что ты просто испугался чего-то за 0 секунд, да и все в норму придет. Адреналин, потом там все это сбалансируется. А тут это постоянный, когда идет, разрушается сердечная мышца, фактически, так сказать. Это очень вредно. Поэтому, конечно, я не советую, как вот профессор Преображенский говорил, что ну и не читайте газет вовсе, так вот лучше не смотрите телевизор вовсе, ну разве что какие-то специальные каналы о природе, о каких-то путешествиях. Вот это, наоборот, улучшает, конечно, так сказать, общий тонус организма, да. Функционально у нас мозг разделен на два полушария. Правое и левое полушария. И они несут разные функции. Правое полушарие – это полушария, по сути дела, развития, цвет, трехмерное восприятие, воображение, мечты, ритм. А левое полушарие – это логика, операции, числа, буквы. И люди сейчас, как бы, раньше были люди двурукие. То есть они все делали двумя руками. Но после того, как мы они взяли ручку в руку и начали писать правой рукой, то они резко ограничили себе доступ к правому полушарию, потому что правая рука активизируется левым полушарием. И, по сути дела, мы потеряли половину наших, ну скажем так, гениальностей. Потому что цвет, дизайн, звук, вот это вот все. И мы стали такими логиками, которые, так сказать, ни природу не берегут, ни себя не берегут, ни на чувства не способны, не воспринимают вот эту вот целостную картину мира. То есть нас принудительно перевели на праворукость, вот эту вот несчастную, да. А японцы, тем не менее, все делают двумя руками. Вы, кстати, умеете писать левой рукой? Вы знаете, когда-то, да, но давно уже в силу того, что, так сказать, вот, ну, давно, в общем, не пробовал. Хотя раньше мог, и я знаю людей, которые одновременно могут писать. А вообще я пробовал. Вот когда я сяду, такое упражнение просто, я могу одновременно писать в зеркальном отображении, так сказать. Вот, вот вы знаете, что, вот я сюда и намекала. Леонардо да Винчи, вот его знаменитый, вот этот ветруанский человек, да, никто же не мог расшифровать, что там под ним написано. А оказалось, что Леонардо да Винчи мог писать в зеркальном изображении, еще и не слева направо, а справа налево. И поэтому у него мозг работал определенным образом. И, естественно, он из эфира стягивал такую информацию, так же, как Тесла, да, невероятную просто, и был гениален во всех областях. То есть тот, кто умеет развернуть речь кверх тормашкой или справа налево, или еще что-то, он может раскрыть невероятные способности в своем мозге. Да, и еще я советую нашим зрителям приучать себя и детей особенно делать, не, конечно, без потери качества, несколько дел одновременно. Это развивает мозг очень сильно. Да. И, кстати, вообще говорят, чтобы мозг не деградировал, нужно 10 дел себе наметить новых и постоянно что-то новое делать. Тренировать мозг, внимательность, память. Это обязательно. А мы потом, кстати, расскажем, какие продукты питания, травы. Вот именно. Это потом, да. Итак, смотрите. Значит, кора головного мозга и ее функции. Значит, все эмоции расположены в рептильном мозге, в древнем. В лимбической системе, в миндалевидном теле, значит, там вырабатывается страх, там вырабатывается радость, там вырабатывается дофамин, там серотонин небольшое количество. А кора, она не может этого все вырабатывать. То есть кора ни счастья, ни горе вырабатывать не может. Она только определяет, почему человек несчастлив. Человек просто несчастлив, а кора говорит, ну, это из-за того, что у тебя денег нет. Ну, или из-за того, что у тебя машина маленькая. И получается, что мы живем обезьяньями мозгами. То есть мы живем древними мозгами, кора их не интерпретирует, и мы не можем даже понять правильно, почему мы несчастны. А несчастны мы, естественно, потому что у нас нет энергии, потому что у нас нет любви, потому что мы плохо относимся к природе, мы ее не понимаем. Вот поэтому мы и несчастны. А думаем, что из-за материального положения или еще каких-то вещей. Поэтому кора нам преподносит очень серьезные уроки. Но на самом деле в мозгу есть и вообще во всем организме есть уникальная химия. Химические формулы нейромедиаторов. То есть у нас более 25 нейромедиаторов работают, и они все имеют химические формулы. Вот посмотрите, везде углерод, водород, азот и кислород. Углерод, водород, азот и кислород. Вот это вот голограмма, по сути дела. И вот эти гормоны, это гормоны страха, гормоны мотивации, гормоны энергии, гормоны радости. Это все химические молекулы. А значит, они напрямую влияют от того, что мы кушаем. Напрямую. То есть, по сути дела, можно представить как будто в пробирочках. Что такое шизофрения? Сплошной, к примеру, дофамин. А что такое счастье? Сплошной серотонин. А что такое влюбленность? К примеру, это окситоцин, серотонин и дофамин. Ну и так далее. Причем я бы хотел сказать, что, если выразить совсем кратко, я тут абсолютно с профессором Николаевым соглашусь, что шизофрения – это аминотоксикоз головного мозга. То есть, поэтому даже в советское время лечили шизофрению голоданием, лечебным голоданием. И вообще, переход на живое питание многих бы известных людей спас от очень серьезных проблем. Потому что вот эпилепсия в какой-то степени, там есть несколько причин, и шизофрения, там могут быть причины накопления алюминия в мозгу. То есть, вот та самая болезнь Альцгеймера, которая является очень часто в силу того, что человек травится айонами алюминия по разным причинам. И когда алюминиевую посуду ввели 150 лет назад в армии и так далее. Но проблема белкового отравления, она тут на первом месте стоит на самом деле. А что делать с этим? Дело в том, что эту проблему решить можно несколькими способами, в зависимости от того, до какой стадии и степени дошло разрушение головного мозга. Первое – это перестать есть животные белки, пройти очищение организма только после обязательной антипаразитарной программы. Потому что, ну, по понятным причинам мы говорили. Потом, есть очень хороший препарат, я вот не знаю, Ольга Алексеевна, как я вам рассказывал, маме своей не давали, это набен. Японская такая разработка. Нет, не давала, нет. Нет, вот препарат набен, он даже после инсультов тяжелых, люди поправляются за считанные недели. То есть, улучшается память. И это уникальный препарат, я, так сказать, подробнее сейчас не буду, о нем как-нибудь расскажу. Вот, и я советую пройти такой курс комбинации набена и миксидола. Месячный курс или двухмесячный. И улучшается и память, и, так сказать, микроциркуляции крови в капиллярах и так далее. Это в первую очередь. А основа этого препарата что включает? Там принцип такой, что идет синтез АТФ. Такого не было раньше. Это уникальный препарат, действительно рабочий, проверенный на сотни тысяч людей. Он продается в аптеках в России. Ну, японского лучше производства брать. Ну, ясно, ясно, ясно. Итак, химия жизни, мы ее, к сожалению, не знаем. Мы когда-нибудь постараемся изучить гормоны. Но мы знаем точно, что гормоны стресса, гормоны стресса, кортизол, и они, скажем так, в организме делают две вещи. Во-первых, без них невозможно жить. Это гормоны жизни, потому что опасности нас подстерегают. А во-вторых, так сказать, они имеют при нарушении нормы достаточно серьезные последствия. И вот эти вот три гормона страха, норадреналин, адреналин и кортизол, они по превышению уровня вызывают, скажем так, очень серьезные последствия. И регулировать их, что самое интересное, возможно, скорее всего, не просто аутотренингом, а именно пищей. Именно пищей, потому что существует пища, регулирующая гормоны. Да. Особенную роль тут играют свежевыжатые овощные соки. Морковно-свекольный, морковно-свекольно-сельдереевый сок, капустный. То есть это великолепные средства, которые как раз после или в процессе лечебного голодания, ну и при выходе, очень хорошо переходить и пройти на них хотя бы 2-3 недели. Так сказать, улучшает все, начиная от памяти, координации, внимания до общей энергетики организма, конечно, это очень важный момент. Вот именно соки. Об этом еще писал в свое время Норма Нокер, известный антуропат. Да, 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 соколечение, да? Да, да, да. Итак, значит, у кортизола есть катастрофические минусы. Вот мы, кстати, то, что надпочечники выделяют кортизол и то, что нервная система его воспринимает, мы не знаем иногда, что мы здоровы. Мы здоровы, но у нас повышенный уровень именно кортизола. Повышает давление, нарушается работа сердца. Мышцы становятся вялыми, дряблыми и разрушаются. А люди думают, что у них от питания мышцы разрушаются, а на самом деле кортизол их разрушает, кожа становится дряблой и стареет, понижается иммунитет. В детстве аутизм связан с кортизолом, повышается риск инфаркта инсульта, нейтрализация гормонов щитовидки, организм накапливает воду, теряет калий и кальций. Представляете, сколько последствий развивается ожирение, нарушается обмен веществ, то есть к чему приводит стресс? А мы находимся всегда практически в рабочем стрессе или еще в каких-то видах стресса, в стрессе отношений, в стрессе борьбы за жизнь, в стрессе борьбы в тревоге за будущее. То есть кортизол – это тревога за будущее. Поэтому я вот обращаю внимание, что вы всегда настроены суперпозитивно. Знаете, и тут сразу хочу сказать тем людям, опять-таки донести вот эту простую и абсолютную истину, что некоторые по глупости своей, по невежеству говорят «снять стресс алкоголем». Это невозможно, потому что несмотря на то, что людям, кто употребляет алкоголь, в том, когда они пьют, у них стресс, кажется, что им легче стало. То есть они говорят «нам мне стало легче», но человек-то принял наркотик, и потому просто все болевые и иные ощущения отключились. А если энцефалограмму этот момент смотреть, когда человек выпил, ему кажется, что стресса нет, да мозг находится в сверхтревожном состоянии, еще худшем, чем было до того, как он начал пить. Поэтому человек себя просто успокаивает, обманывая себя на самом деле, убивает себя еще больше. Поэтому стресс можно снять исключительно, скажем, переключившись эмоционально, морально, силой воли и в какое-то то дело, которое поможет вам. Но это уже индивидуально для каждого человека. Вот смотрите, тут мы такие рекомендации даем. То есть это как снизить уровень кортизола. Делать зарядку. Активная выработка кортизола происходит именно в утренние часы. Заниматься физкультурой и спортом. То есть я знаю, что вы огромное значение уделяете и мопедам, и велосипедам, и пешим прогулкам, и вот эти вот. Дальше. Правильно питаться, включить в рацион. Но тут вот не рыбий жир имеется в виду, а жирные кислоты и продукты растительного происхождения. Все хорошо. Пить достаточно воды. Полноценно отдыхать, хорошо высыпаться. Не превышать уровень физической и эмоциональной нагрузки. Свести к минимуму телевизионные новости. Стремиться к психоэмоциональному балансу. Не употреблять большое количество кофе. При повышенном уровне кортизола помогают травы радиолы розовой. И какие еще? Вот вы бы посоветовали. Да, я сейчас скажу. И очень важный момент, два даже, по воде и по, значит, что касается воды. Я советую, у кого есть возможность и мера понимания, а это именно факт, очень важная вода с отрицательным ОВП. Здесь я советую к двум моментам вернуться. Вот еще водородная вода так называемая. То есть мы, ну, понятно, коралловый кальций там и, допустим, гидроцелл, но есть другой вариант. Я просто, мы всегда альтернативой говорим. Это вот приборы, хорошо, что сейчас они созданы, с протонно только обязательно обменными мембранами, которые как раз генерируют вот эти свободные электроны, отрицательную сторону ОВП, вводя, и генерируется водород. Это уникальные аппараты, когда через буквально 5-7 минут после выпитой такой воды у человека разжижается кровь. Обменные процессы улучшаются, потому что выводятся яды, токсины, они просто вода, как растворитель их в разы активнее растворяет и выводит. Второй момент. Я советую, чтобы вывести в том числе продукты распада и гормоны, в том числе из организма, через пот, а кожа вторые почки, как известно, мы будем сберегать свои почки, если будем потеть хорошо. Так вот, что я советую. Утром лимонный сок 2 трети стакана, 1 треть или 1 четверть, можно даже пятую для начала, растертого хрена. Это выпивается, ну, запивая, конечно, водой или чем-то там со сладеньким там водой, это можно. И человек бежит, пробежка, ну, кто может бегать. И у него такой пот выходит, я извиняюсь за натурализм, такой вонючий. То есть, вот все токсины, настолько, лимфа начинает так работать хорошо, что просто выводят яды, токсины из организма идеально. И вот это как раз идеальный случай, ну, потом помыться, всё, и заниматься своими делами. Если так делать регулярно, а найти время, например, месяц, каждый день, то просто как молодой организм станет. Вот. А что касается трав и продуктов растительных, вот, которые можно посоветовать, я советую, во-первых, ягоды чёрные, такие как черника, лесная голубика. Конечно же, чтобы почки лучше работали, это брусника, либо брусничная вода. Вот. А что касается радиола, совершенно верно. А ещё очень хороший способ, особенно для, он полезен для головного мозга, улучшения памяти и микроциркуляции. Это клевер, сушёные цветы клевера, вот, можно как раз применять вполне, так сказать, в виде отвара, ну, на стойке, 60-70 градусов на пар делается в термосе, вот, например. Кстати, можно пополам с радиолой розовой, например, если есть отдельный компонент. А ещё томатный сок очень в этом плане полезный. Вот что сказать. Замечательно. Итак, сейчас поговорим буквально несколько слов о том, что в организме человека обнаружили ещё один мозг. Его обнаружили в кишечнике. Это третий после головного и спинного. Оказывается, что 40 медиаторов производятся нейронами, которые находятся под слизистой оболочкой кишечника. И практически, мы же не знаем, как мы устроены. Так вот, оказалось, что человек лежит в коме, а кишечник совершенно спокойно продолжает делать своё дело. И даже человек, если 3 месяца в коме, полгода, год, 5 лет, то кишечник при этом совершенно чётко всасывает, впитывает и регенерирует, и всё это происходит. И, по сути дела, обратите внимание, что 50% дофамина и 95% сиротонина, и плюс ещё 40 известных нейромедиаторов вырабатываются именно в кишечнике. Вот что самое интересное. То есть, что получается? Получается, что кишечник надо содержать в идеальной чистоте. Там не должно быть никаких гниющих трупов, там не должно быть никаких грибов, никаких вот этих остатков залежалых. То есть, там должно быть быстро, там должно быть много клетчатки. Кишечник – это действительно второй мозг. Более того, учёные до сих пор всё новые и новые обнаруживают, даже гормоны, которые синтезируются в определённых отделах кишечника, и ферменты, и гормоны. Вот это пристеночное пищеварение, которое ещё 50 лет назад, по крайней мере, даже представить не могли, что такое вообще существует. Поэтому кишечник, конечно, и чем ближе мы становимся лицом, как бы поворачиваемся к природе и понимаем, что такое видовое питание, что такое адекватное питание для человека, тогда природа взаимностью нам отвечает. Естественно, такой пищей, живой пищей мы будем полны энергии, сил, совершенно на другом уровне. И бывают случаи, мне пишут постоянно, вот вчера я новое видео про лечение неизлечимых заболеваний опубликовал там. Интересно. Да, я очень советую посмотреть, это прям интервью у женщины, у неё вот анализы, она показывает бумажку до и после, ну, автоиммунный периодит у неё был, который медицина, как говорится, считает, у неё с 2003 года полностью излечила, полностью, у неё 600 были показатели, сейчас идеальные в норме, врачи честные попались, они говорят, дайте нам эти методики, мы просто в шоке, что это такое. Так вот, и пишут, сразу написали под видео женщины, вот мама, там, или тёща, не помню, в общем, тоже перешли на сыроедение, она уже лежала там, умирать готов, перешли на сыроедение, всё, значит, прямо встала, бегать начала, как молодая, а потом говорит, я так жить не могу, то есть у неё не изменилось сознание, она почувствовала лучше, и опять за все тяжкие, и умерла, вот и всё, так сказать. А у них, у мужа была, ну, там, онкология определённая, всё сейчас отлично, всё, потому что они поняли, то есть главное, первое, что нам мешает жить, отсутствие знаний, знаний о своём организме, о природе, о кто мы в этом мире, как всё устроено, всё просто, на самом деле, в природе ничего сложного нет, это иначе было бы аномально и не существовало, в природе всё просто, просто мы, люди, усложнили свою жизнь и извратили природу, поэтому мы получили вот такую от неё, так сказать, обратную сторону реакции негативную. Но, если мы, здравый смысл, так сказать, нас возобладает, мы лицом в природе повернёмся, то тогда вот любая болезнь излечима, а дальше человеку мешает только лень будет мешать, если человек не будет лениться, знать он будет, не будет лениться, ну, тогда всё в его руках и всё поправимо. Так, кишечник, кстати, говорят, что он отвечает даже за духовное развитие человека, потому что, ну, безусловно, если, так сказать, у него хорошо работает голова, то у него и совершенно другие потребности возникают в этой жизни, и желание любить природу, и животных, и там, и насекомых, и выращивать что-то, и благоустраиваться. Когда у него в кишечнике идёт гниение, бурление, то все процессы отравляют именно головной мозг. Конечно. А дело в том, что головной мозг, в отличие от других частей организма, там же у нас как лимфатическая система, ведь очищает организм, а там вот ликвор вот этот, вместо, там нет лимфатических узлов, так сказать, то есть, у него вообще трудная система очистки у мозга, в отличие от других тканей, поэтому столько и барьеров на пути, так сказать, и миндалины, и гланды у нас, да, так сказать, стоят, чтобы защитить мозг от инфекций, и поэтому нам, конечно, нужно мозг особенно беречь, и поэтому нужно очищать кишечник, кровеносная, чтобы система была здоровая, нормальная, а тут вода, а тут питание, ну, всё как раз связано друг с другом. Да, очень всё взаимосвязано, да. И, кстати, сейчас говорят, что нашли вроде в мозге лимфатические протоки, вот мы будем на эту тему ещё, так сказать, смотреть эти сведения, говорят, что учёные всё-таки нашли лимфатические протоки, но это и слава богу. Но, в любом случае, мозг сложнее лечить, и обменные процессы, то есть, вот, по крайней мере, опухоли, даже если взять, да, например. Да, да, вообще невозможно донести туда ничего. Самый сложный, да, самый сложный, поэтому. Рассеянный склероз, идёт демиллионизация, которую можно было бы остановить, но мы не имеем подступов туда, то есть мы, как бы, каким образом донести через ликвар или через что, или через общее насыщение, то есть мы не имеем прямого доступа к мозгу, конечно, и это жалко. Вот, поэтому водород здесь играет колоссальную роль, вообще уникальные свойства водородной воды, как раз в том числе вот в проницаемости и микрокапилляров, и клеток, оболочек, то есть вот эта тема изумительная. Целые там работы научной книги уже давно написаны, водородная тема, даже есть такой клуб в США, куда входят выдающиеся учёные, в том числе японские, вот там и так далее. Вот, и, ну, я мог бы когда-нибудь об этом рассказать, но вот, так сказать, я вот эту тему, у нас есть вот эти как раз и приборы, есть даже для дыхания водородом. Когда вот человек дышит, да, и прямо сразу видно, если палец в сканер поставить и микрокапилляры вывести на экран, человек начинает дышать, и через 5-7 секунд у него кровь, застойная микрокапилляров, конечности, вот она не двигается, начинает раз в 5-10 быстрее двигаться. Ну, когда мы употребляем аж минус 500, когда мы употребляем коралл, когда мы употребляем микрогидрин, мы тоже видим на капилляре, что резко увеличивает. Вероятно, можно отойти с этой стороны и с этой стороны, и со стороны кислорода, и со стороны водорода, то есть они как бы в едином процессе. Вот посмотрите сейчас, какие элементы клеточного питания влияют на синтезов гормона радости. И А, и витамины Е, и В1, и В6, и В9, и В5, и витамин С, Д, магний, цин, тианин, трептофан, куркумин. То есть как много надо одновременно причем для того, чтобы мозг начал функционировать правильно. То есть это возможно либо в натуральной продукции, растет, например, какая-нибудь трава там уникальная, да, и вот это все одновременно там находится. Но, и безусловно, мы пытаемся приблизиться со стороны биологически активных добавок, потому что, ну на самом деле, у людей не так много денег, и они не могут взять чистой где-то еды, вот, ну если только у вас, да, потому что вся еда отравлена, все, так сказать, скажем так, модифицировано, все извращено, сварено, законсервировано. И поэтому мы вот в чистом виде вот этих ингредиентов практически не получаем. Поэтому мы рекомендуем первую программу «Здоровый старт». Вот обратите внимание, она включает Coral Mine, щелочная вода, активизатор обменных процессов. Нет возражений? Нету, да? Лецитин, соевый, активизатор эффективной работы нейронов. Суперфлора, активизатор процесса расщепления продуктов питания. Папайя натуральная, неспелая, активизатор процесса усвоения энергии. И грифония – это трава, в семенах которой содержится триптофан. То есть 100% растительные продукты, натуральные, и способствуют активизации внутренних ресурсов, и в том числе головного мозга. Что отмечают люди? Настроение, бодрость, отмечают улучшение состояния, отмечают повышение иммунитета. Но самое главное – это энергия. Самое главное – это энергия. Вот ещё бы я хотел сказать, что есть такой экстракт косточек винограда, пикногенол, вещество. Да, есть такое, да. Улучшает, скажем так, эластичность, что очень важно, особенно во второй половине жизни, сосудов. И особенно, чтобы не было инсультов, инфарктов, конечно, головного мозга. Поэтому я советую, кто проходит реабилитацию после инсультов, инфарктов. То, что я рекомендовал, например, набен и мексидол, дополнительно принимать, конечно, ещё и пикногенол. А есть, кстати, втором клубе в каком-то виде пикногенол. Он содержится в Активине, в продукте Активин. То есть, в антиоксидантных продуктах, да. Значит, а программа Активизации вот этих внутренних ресурсов, старт, это прямо отдельная программа. То есть, пожалуйста, тот, кто хочет начать, ещё не знает сам, с чего начать. Начинать надо всегда с мозга. Потому что как только появляется настроение, состояние, хорошее, так сказать, самочувствие, все остальные процессы протекают совершенно по-другому. Вот на одном из вебинаров, который вчера проходил, мы дали схему лечения панической атаки, восстановления при панической атаке. Вот посмотрите, у нас есть, ну, коралл, он безусловно входит, грифония безусловно входит, коэнзим Q10, это абсолютно натуральный продукт, убихинон, да, который отвечает за энергоснабжение клетки. Коралл магнезиум, кстати, коралл магнезиум в кораллом клубе одна из лучших в мире магнезия. Там таурат, тауринат и бисглицинат. То есть мы используем только 100% органическую вот эту магнезию. Дальше, да, есть такой, ну, аж минус 500, это как бы наш брендовый такой продукт, а есть простой микрогидрин, тоже очень хороший. И у нас появился потрясающий продукт, вы еще, может быть, с ним не знакомы, Юрий Андреевич, называется пентакан. То есть это органическая форма калия с рибозой, которая таскает калий через мембрану. Таблетки мгновенного растворения через 10 минут снимают аритмию. Ничего синтетического нет там? Ничего синтетического, 100% натуральный продукт. Тогда я сразу рекомендую кому? У кого есть проблемы с сердцем, сердечные мышцы, инфаркты были, это жизненно важный препарат. Вот очень рекомендую даже отдельно его приобретать, если, ну, допустим, сочтете нужным, не в программе, по какой-то причине, а вот отдельно даже. Нет, это не программа, это может быть просто набор. Вот это не программа, если первая была программа, то это можно брать то, что хотите. А, ну, отлично. И вот грифонию, конечно, безусловно, изумительная трава, безусловно, изумительный препарат, да. Вот, кстати, калия, потребность в нашем организме 3700 мг, это самая большая норма. А, кстати, в механизме передачи памяти, я вот это не знала, кстати, через синапс нейрона, задействован кальций, калий и магний. То есть там существуют в нейронах магниевые пробки. Магниевые пробки. Если человек хочет запомнить, то эта магниевая пробка должна вылететь, и тогда все уходит в долгосрочную память. Там совершенно гениальный механизм. И если у человека не хватает магния, то у него практически, так сказать, долгосрочной памяти не будет. У него будет стресс, у него будет перегрузка, и он не сможет, так сказать, он сможет на коротко запомнить. А коротковременная память это 20-40 секунд, да. А долговременная память связана кальций, магний, калий и натрий. Я просто была шокирована, потому что я знаю, что сердце так работает, клетки. Но чтобы память так работала, для меня это было совершенно неожиданно. Потому что я сейчас глубоко с этим разбираюсь, потому что, ну, на самом деле нужно как-то заслон поставить. Итак. Поэтому очень важно зелени как можно больше есть. Зеленые коктейли пить, то есть вот та самая укроп, петрушка, сельдерей, кинза, любисток. Это наши, так сказать, крапива, это наши друзья и помощники. И запомните, дорогие друзья, все, что зеленое, содержит очень много магния. Да, магний именно зеленый. Кстати, я недавно приехала с Индии, я туда ездила посмотреть, что такое панчакарма. То есть и провела 15 дней в одном из лучших госпиталей в штате Кирала, кстати, коммунистический штат, да. И меня принудительно прям массировали, чистили, йогой завалялись заниматься и так далее, и так далее, и так далее. Там 100% натуральное лечение. Так вот, они очень сильно используют горькие вкусы, потому что горькие вкусы – это алкалоиды, они все ощелачивающие. А ощелачивающее – это значит магний, это значит кальций, это значит калий, натрий. То есть натрий соленый, а магний 100% горький. И буквально на третий, там, пятый день наступает уже такое шанти, уже чувствуется, что-то происходит с мозгом, что он как-то спокойно на все реагирует, там, на дождь, на все там, и как бы вот ощущаешь. Ну, конечно, там солнце, конечно, там море, океан, там, конечно, там люди добрые, но они потому и добрые, что у них питание натуральное, вот что. Кстати, они почти наполовину, даже на 70% сыроеды, и на остальные 30% они веганы. Да, конечно. Потому что у них очень интересная кухня, я не могу сказать, что я любитель. Я не люблю индийскую кухню, специи как-то так, не моя еда. Но, тем не менее, меня принудительно продержали на этой диете, там, 15 дней. И, конечно, я по возвращению домой, как бы не хочу кушать мясо, вот это все, ничего я этого уже не употребляю, потому что вот чистый организм, он совершенно по-другому, вкусовые пристрастия другие. То есть очищение все-таки очень нужно, Юрий Андреевич. Очень, очень. Именно для мозга, именно для продукции мозга. Конечно, в том числе, да. Ну, и так, значит, я в завершение, так сказать, своей темы скажу, какие же мы все-таки рекомендуем продукты. Ну, первое, Коралл Майн, безусловно, щелочная коралловая вода. Рекомендуем лицетин, соевый, но туда не попадает нигенная модификация, ничего. То есть это чистое, так масло и вот эти витамины группы В. Мы рекомендуем магнезия, то есть Коралл Магнезия, безглицинат и тауринат магния. Рекомендуем аж минус 500, это кремниевый, так сказать, антиоксидант, калий, магний, натрий, кальций, да, бор и кремний сюда входит. То есть это минус 500 милливольт вода. Его, кстати, неправильно называют, называют аж 500, а на самом деле аж минус 500. 500 милливольтов. То есть это, в принципе, аналогов этому продукту в мире не существует. Это очень интересная отрицательная вода. Грифония, безусловно, и Майнсет. Вот посмотрите, у нас еще новый продукт есть, в который входит ацетин, элькарнитин, экстракт травы зверобоя, листья готуколы, тирозинтианин, грибрейши, липоевая кислота, экстракт корня имбиря, листья гинкобелоба, листья розмарина, витамин В6, фолиевая кислота, витамин В12 и небольшие вспомогательные компоненты, ну типа мела что-то такое. Причем В12 я хочу подчеркнуть в виде метилкоболамина, что очень важно, потому что прямое усвоение без, так сказать, сложных цепочек. То есть это прямое и моментальное всасывание. Да, да, да. Регулирует сон, бодрствование, маслительные способности, эффективен при снижении памяти в среднем и пожилом возрасте, замедляет процессы старения. То есть из этих продуктов любой себе человек сможет что-то подобрать. Но, безусловно, плюс питание, безусловно, плюс движение, безусловно, плюс какие-то знания о нервной системе. И самое главное, позитив, позитив и уверенность в завтрашнем дне. Да, да, да. Какие вы еще советы дадите нашим слушателям? Ну что ж, Ольга Алексеевна, ну очень все подробно. Хорошо, что действительно, особенно вот этот препарат Майнсетт, он содержит много важных трав. Также, кстати, гриб рейш и штучек. Вообще в фонготерапии, в науке, которая изучает высшие бездиальные грибы, есть такая комбинация трех грибных препаратов, которые применяют при лечении, и главное, профилактика само собой, и при восстановлении людей, перенесших инсульты и инфаркты. Это, конечно же, наряду с травами, о которых мы уже говорили, это, безусловно, рейши, кардицепс и шитаки. Комбинация в определенном порядке этих препаратов дает изумительнейший результат. К тому же нормализуется давление сразу. То есть, вот как человек принимает тот же кардицепс моментально, ну, естественно, потом, чтобы это застабилизировалось, тут нужно кардинально изменить питание, образ жизни. Надо спать обязательно. Глубокая фаза сна должна быть с 11 вечера до 3 часов утра. Потому что вот тот самый гормон мелатонин не только нужен для того, чтобы дети росли, ну, и мало кто это знает, это еще противораковый, кстати. Там у него много свойств у этого уникального гормона. Но чтобы это был эффект, нужно в полной темноте, не все это тоже знают, спать. Чтобы никакой из окна света не было вообще. То есть, кромешная тьма должна быть. Что я еще хочу сказать? Очень важен, конечно, витамин В12 в виде метилкобаламина. Очень у многих людей, и не важно, что человек питается, веган ли он, либо он злостный мясоед. По той причине бывает часто дефицит В12, который очень плохо сказывается на сердечно-сосудистой системе, во-первых. И во-вторых, на нервной системе, потому что эти миолиновые оболочки как раз разрушаются, и как короткое замыкание. Когда кислоту льешь, вот провода оголяются, вот то же самое происходит с нервными. Значит, и дело в том, что вот есть продукты, конечно... Понимаете, вообще В12 он синтезируется бактериями. Но не у всех в кишечнике он в должной мере синтезируется и, главное, всасывается. Поэтому многим людям стоит сдавать анализы. И я рекомендую сдавать не только на сам В12, а чтобы понять, дефицит его или нет на самом деле, надо сдавать на гомоцистеин. Если гомоцистеин повышен, В12 точно понижен. Но он может маскироваться, если много человек В9 потребляет. И поэтому важно именно сдавать на гомоцистеин анализы. И так повышен, принимайте метилкабаламин в виде спреев дополнительно в больших количествах. Или в виде таблетки под язык. Но я выпустил, чтобы сейчас об этом не говорить, у меня есть на моем канале в YouTube видео про В12, где я жирную точку поставил над вообще любыми вопросами по В12. И вот тот человек, кто просмотрит это видео, он лично для себя, потому что я даю там разные варианты, лично для себя решит, как он конкретно, зная себя, поступит. И что ему делать, он снимет эту проблему вовсе. Сразу скажу тех, кто боится, пробуя 12, думает, ну аж впоследствии или что. Ну вот есть человек, например, один известный, фамилию не выговорю, она для русского человека очень сложная. Американский ученый-кардиохирург, он в этом году уже, ну в 18-м будет 104-й год свой отмечать. Он веган больше 60 лет. И вот лично он, а это академик, профессор-кардиохирург, и он для себя, кстати, до 95 лет оперировал. И он лично для себя решил, что, а он полный веган, то есть я говорю больше 60 лет, он принимает В12 в виде метилкобаламина. Больше 60 лет, понимаете? Так что это абсолютно нормально и нужно. Но зато совершенно, конечно, феноменальная память, так сказать, координация и так далее. Поэтому у многих разрушается нервная система, люди, там, тремор, прочая память ухудшается. Это тоже симптомы, те, которые могут указывать на дефицит В12. Мерзлявость ног, рук, судороги ночные, так сказать, ног тоже, тоже может. А В12 высасывают из нас, дорогие друзья, паразиты. Поэтому имейте в виду, если у человека есть паразиты, многие такие, которые пьют кровь, типа аскорид, те, которые, так сказать, там, печень поедают, как аписторхи, например, или паразитарные простейшие вот эти одноклеточные протозоидные, типа лямки. Поэтому они как раз являются причинами дефицита В12 практически у всех людей, а паразиты есть у всех. Поэтому обязательно смотрите, так сказать, наши лекции по паразитам и применяйте антипаразитарные программы. Это первое, с чего вообще человеку надо начинать, особенно если человек хочет долгосрочное голодание. Вот 5 дней, это не важно, 2-3 дня. А вот если 20 дней там или больше, да, то категорически сначала надо пройти антипаразитарную программу. Вот такой я еще дал, хотел дать совет вот как бы в завершении. Хорошо. Ну все, спасибо большое. Наше время уже к концу подходит. Я очень была рада с вами поговорить, потому что с вами всегда безумно интересно. И я думаю, что мы сегодня дали много советов людям. Кто хочет саплиментами, кто хочет травами, кто хочет едой, кто хочет просто веником в ванне, кто хочет на беговой дорожке, но свою центральную нервную систему надо укреплять, холить или леять. Обязательно. Обязательно. То есть подведя итог, мы скажем, отсутствие стресса по максимуму, правильное хорошее питание, здоровое, чистое и с правильными физико-химическими свойствами вода, свежий воздух и, соответственно, физическая активность. Это вот основные плюс, те компоненты, которые, к сожалению, с нашей с вами пищей нам не хватит, потому что почвы объединены. Объединены, конечно. Да. И поэтому мы в этом нашем, к сожалению, почти искусственном уже мире не обойдемся без... Без бадов. Не обойдемся. Да, без суперфудов, так скажем. Да, без суперфудов. Которые как бы в концентрированном виде, но только вот важно выбирать, чтобы они были натуральные, чтобы они не содержали синтетических, химических примесей, добавок и так далее, фарминдустрии. И вот тогда мы действительно их используя как пищу, уже тут мы можем сказать, что это бад, не бад, но это пища. Пища, да. Потому что это не фония, разве это не пища, та же спирулина. Так сказать, те же травы, вот тот же артишок, фандетокс, это все пища. Да, да. Лопух тот же самый, корень лопуха, фруктоза и нулин. Кстати, корень лопуха – великолепное средство против, там, вплоть до полипов в кишечнике. Ну, его применяют особенно сок, там и до онкологии кишечника лечатся. Вот, поэтому это все, как говорил Гиппократ, пища, питание – это, так сказать, лечение, а лечение – это питание. И поэтому, зная, что и как питаться нужно правильно, мы можем просто чудеса делать. Да, были раньше бабушки, знахарки, которые знали травы, как сейчас уже мало кто знает. И жили, я многих таких знал и вот изучал про них информацию. И по 5, 105, и 110 лет и больше они жили. Но, вот, так сказать, вот нам надо только поднимать эти данные. Другой вопрос, что у нас сейчас пища уже совершенно другая. Даже если она органическая, даже если, то в ее составе мало ценнейших микроэлементов. Литий, хром, кремний, которые жизненно нам необходимы. Вот микрогидрина H500 – это кремний, органическая форма кремния. Вот, вот, а поэтому, а вот сера, да, та же, так сказать, тоже в жизни. Да, МСМ у нас сера в чистом виде есть, да. Вот, я хотел как раз сказать, да. Поэтому это действительно великолепные добавки. И пусть не все сразу, но хотя бы, так сказать, по чуть-чуть. Хоть что-то, да, конечно. Та же грифония с МСМ, вот, например, с серой. С лецитином. Грифония, МСМ и лецитин – потрясающая комбинация. Да, плюс вот троица, вот эта МСМ, грифония и лецитин – изумительно. Плюс при этом еще спирулину, если вы и пьете еще качественную воду, вы улучшение получите моментально. А если с памятью плохо и микроциркуляция нарушена, то еще вот пикногенол, так сказать, ну и вот то, что мы говорили. Так что тут можно выработать лично себе, уже зная это все, свою собственную, так сказать, такую методику, где пробуете, записываете. Очень советую вести всем дневник. То есть вот слева колонку разделить там субъективные представления, ну, что вам показалось на сегодняшний день. А справа то, что точно, объективно, что можно замерить, что не ошиблись. И потом для вас, для вот всех наших зрителей, это будет прекрасный вариант для самоанализа, так сказать. Кстати, каждый месяц можно менять схемы, менять стратегии. Одно попил, второе, второе попил, третье. То есть никто не ограничивает. Конечно. А если нет денег, их надо зарабатывать тут же, и тут же, и в Кораллом клубе можно зарабатывать, и еще в других, хотя бы, чтобы на продукт хватило. Хотя бы, чтобы на продукт. У нас же люди, очень многие пьют бесплатно продукт. Да, вы, кстати, мы с Ольгой Алексеевной вначале до записи говорили, что вот как раз то, что мы ориентировочно с 11 до 20 июня, уже понятно, 18 года, будем планировать у меня в моем экохозяйстве, в Пушкинских горах, это Псковская область, вот это комплексное такое занятие, которое будет и лечебно-оздоровительное, и еще кто захочет, может приехать, но об этом будет отдельное видео у меня снято, и подписывайтесь, кто еще не подписался на мой канал в Ютубе, будет обязательно видеоролик с приглашениями. Так вот, мы там еще и приглашаем тех, кто захочет участвовать в распространении продукции Кораллового клуба, как представители, как вот именно... Изучить и правильно пользоваться, и другим помогать. Именно, чтобы вы не просто, так сказать, вот, ну, деньги ведь не грешно зарабатывать как бы с пользой, а никогда лишь бы продать, а поэтому нужны определенные знания, и поэтому хороший продукт, это хорошо, это польза для всех, и можно еще и в наше время, понятно, вопрос стоит о заработке у многих, и почему бы нет, поэтому вот мы приглашаем еще и вот такую категорию людей, то есть, сказать, участвовать в хорошем деле, честно донося до своих уже потом будущих там зрителей, клиентов, так сказать, пациентов, знания правильные, правдивые и точные о конкретно тех, не обо всей продукции Кораллового клуба, конечно, а конкретно том, вот в чем вы уже будете разбираться, знать, в чем вы будете абсолютно уверены, при каких случаях, комбинируя с правильным питанием, правильным образом жизни, и об этом, обо всем мы с вами научим, и я как раз обычно летом уезжаю туда, но в этом лете, летом, в начале, до конца июня я буду там, поэтому я лично тоже с Ольгой Алексеевной, как раз мы с двух сторон вот с этих подойдем, и это будет очень интересный такой, как бы, как вот школа, как мощнейший такой мастер-класс, за эти 10 дней можно очень многому научить. И, главное, позитив, главное, у нас достаточно позитива, на всех хватит. Я вам даже более того скажу, я вот год целый в институте изучал такую науку, как картография, где продольный параллакс, там это вот, это мало кто может вообще понять, и многие мы, тогда студенты, не понимали то, что мы изучали теоретически, читая в книгах, которые люди специально составляли, чтобы сжато объяснить сложные вещи, мы не понимали, но стоило только два дня на практике с теодолитами, нивелирами и другими приборами поработать, когда поняли больше то, чего мы не могли понять год, изучая это, вот так-то. Да, практика это великая, это великая, то есть теория без практики мертва, мертва. Поэтому надо попробовать себя начать почувствовать это состояние, когда мозг работает эффективно, продуктивно. И я вам благодарна очень за эту встречу, Юрий Андреевич, и мне всегда с вами очень интересно работать, потому что вы энциклопедический человек, и да. Благодарю вас, Ольга Алексеевна, мне тоже всегда радостно, когда мы с вами общаемся, потому что действительно так получается, что мы с вами вот так хорошо дополняем друг друга, и что фактически мы можем действительно ответить на все вопросы. Я думаю, что продолжая этот цикл, мы постепенно про все проговорим. И, конечно, еще раз приглашаем уже, ну это будет отдельное видео наших зрителей, хотим также поздравить с наступающими новым годами, которые предстоят, да. И в новом году, уже 18-м, будем продолжать наш цикл бесед. Все. До свидания. До свидания, Андрей. Здоровья вам. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok